Привет всем, кто зашел ко мне на канал. Мы отдыхаем в Сочи на территории Сириуса, образовательного центра. В наших корпусах находится. А знаете, у меня как раз велосипедный прокат. И это о том, о чем я хотела сегодня рассказать. Дело в том, что велосипедная культура во Франции и в России, но небо и земля, скажем так, прямо. Для меня прокатиться здесь на велосипеде было целым челленджем. Во-первых, я-то думала, что я возьму велосипед и покачусь, как обычно, буду получать удовольствие. На самом деле это был стресс сплошный. На дорогах совершенно нет разметки. Меня это шокировало. Мне пришлось ехать по каким-то тротуарам. Тротуары тоже не приспособлены. На тротуарах не везде есть такой пластный. Ну и вообще едешь параллельно машинам в таком урбанистическом формате, скажем так. Нет таких дорожек. Я вам покажу, какие у нас угрюновые дорожки. Я теперь понимаю, что это просто мечта поэта. То, что у нас есть во Франции. У нас дорожка велосипедная. Она ограждена еще какими-то зелеными насаждениями. И только потом совсем отдельно идут машины. То есть ты боку-боку с машинами практически никогда не ездишь. Когда мне приходится съезжать с моей велосипедной дорожкой на проезжую часть, естественно, там есть разметка, но для меня это лучшее. А тут надо постоянно ездить в проезжей части. Мне потом объяснили. Я спросила у женщины, которая давала нам на прокат велосипеды, как ездить по дороге, не нарушая правила. Она мне сказала, разметки нет, это нормально. Вы просто должны держаться в метре от обочины. И все. Ну, я думаю, это в конечном итоге дело привычки. И к концу смены я к этому привыкну. Буду рассказывать вам про свой опыт. А пока так. Так что, на мой взгляд, не мудрено, что все эти велосипеды многочисленные. Они просто стоят и не берутся, не сдаются на прокат. С моей точки зрения, ну, вид из Франции, что такой прям инфраструктуры нет. Хорошей для велосипедного спорта. Велосипедами пользуются очень активно, а также, как они называются, самокатами электрическим вечером. На набережной есть специальная дорожка. И вот по ней очень активное движение. Самокатные и велосипедные. Вечером, когда уже темно. Как будто бы вот это специально именно для этого времени предназначено. А в среде дня нет. И я заметила также, что и люди не особо привыкшие к велосипедам. То есть люди по своим дорожкам идут во всю ширину, а не по правой стороне. И, так сказать, на мой звонок они реагируют и уступают место, чтобы я проехала. Но всякий раз для них это шок. И как будто бы не привыкли. Вот такого у меня сложилось впечатление. Россия versus Франция. Хорошо, буду сравнивать дальше по другим показателям. А пока-пока.